1 марта глава администрации района Заурха Мерзов провел расширенное планерное совещание с главами сельских поселений, заместителями и начальниками отделов. Участники планерки рассмотрели широкий круг вопросов, первым из которых стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в Кашхабрском районе. Что хочу сказать по поводу санитарно-эпидемиологической ситуации. Болевших 2 человека, уведомление выдано 3 за последние 2 недели. Динамика сейчас по развитию коронавируса очень хорошая. Сокращается количество заболевших, как вы знаете, сокращается количество мест в инфекционных диспансерах. В связи с этим главой республики Адыгея принимаются нормативно-правовые акты, которые смягчают санитарный режим на территории республики Адыгея. Как вы знаете, у нас два больших таких указа главы республики по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Это указ номер 26 от 16 марта прошлого года о недопущении завоза и распространения коронавирусной инфекции. И указ номер 27 от 18 марта о введении режима повышенной готовности. Так вот, в первый указ внесены изменения. Была такая рекомендация руководителям предприятий и организаций всех форм собственности. Не менее 25% сотрудников переводить на дистанционный режим работы. Это положение на данный момент отменено. И второе, значит, в рамках этого же указа, пункт 2. Значит, там был, я зачитаю, как этот пункт звучал. Гражданам Российской Федерации, находящихся в республике Адыгея, воздержаться от поездок за рубеж, а также от участия в массовых мероприятиях. Так вот этот абзац от участия в массовых мероприятиях, он исключен. И что касается указа номер 27 главы республики Адыгея, в него внесены изменения следующего характера. Я тоже самые такие значимые для нас скажу. Значит, пункт номер 6 этого указа звучал так. «Приостановить до улучшения эпидемиологической обстановки на территории республики Адыгея проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, развлекательных, спортивных и физкультурных мероприятий муниципального уровня и других массовых мероприятий». Вот этот пункт исключен насчет массовых мероприятий. Дальше по занятиям физической культуры и спорта был такой пункт, что наполняемость залов и помещений, в которых проводятся спортивные мероприятия, должно составлять не более 20 человек. В настоящий момент 20 человек исключено из этого абзаца. Сокращено социальное дистанцирование с 1,5 до 1 метра. Исключено обязательное ношение перчаток в общественных местах. Маски остаются. И последнее, что бы я хотел сказать, это значит разрешена работа фудкордов в торговых центрах. Примерно вот такие вот в основном изменения были внесены указами главы республики Адыгея. Профилактика – лучшее лечение. И одним из самых действенных ее инструментов является вакцинация, подчеркнул Заур Хамирзов. О ходе прививочной кампании доложила врач-эндокринолог Кашихабрской центральной районной больницы Саида Пшенетлева. Прививочная кампания от коронавирусной инфекции в районе проводится на базе Кашихабрской ЦРБ и врачебной облатории Силана Тырбова. На сегодняшний день 407 человек прошли первый этап вакцинации. Второй этап вакцинации прошли 288 человек. Прививочная кампания продолжается. Количество заболевших значительно уменьшилось, что будет расстабилизация эпидемиологической ситуации в районе. Но, тем не менее, вакцинация у нас остается актуальной. И организация иммунизации в том числе. На совещании серьезное внимание было уделено нацпроектам и подготовке сельскими поселениями соответствующей документации для участия в госпрограммах, проводимой работе по достижению показателей эффективности работы исполнительными органами власти и органами местного самоуправления. Далее Заурхамирзов заслушал доклад глав сельских поселений и начальников отделов администрации района о выполнении данных им поручений.